Здравствуйте, друзья. Вторая армия мира заводит тяжелый транспортный Ил-76. Сталкача. Сразу видно. 150 лет эволюции и развития не прошли даром. Шойгу, Герасимов, почему новые ордена на парад не надели? А трофейную технику почему снова на параде не показали? Я думала, что такого уже не существует. Приехала на почту. На секундочку, это город. Это не деревня какая-то, это город. Сейчас заходим. Там вот вход такой. Заходим. Внутри вроде как цивилинка. Кошмар и ужас. Ступенечки. Это загнивающая конюшня. В Великобритании. Для лошадей. Тут почему-то чище, просторней, сыростью не воняет, ступеньки не скрипят, а со стен краска не слазит. То неловкое чувство, когда тебе 20 лет рассказывали про величие, про то, что все вокруг нам завидуют. А по факту живешь хуже, чем британская лошадь. Детская площадка, которой позавидует любой американец. Специально для обманутого россиянина. Праздник для детишек подъехал. Снеговички, зайчики. Безотходное производство. Детишки будут играть. В Советском Союзе говорили все лучшее детям. В путинской России все лучшее вывозят Китай, а детям остаются опилки. Настроение Снеговичок передает идеально. В Иваново. Дорогу сделали из почвы и битого кирпича. Вот такой земли нам администрация привезла на подсыпку дороги. Дорога рухнула. Вот что нам администрация привезла. Одна земля. Позорище. Не могли что ли мхом и соломой по бокам красиво украсить? Ехал сегодня из Севска в сторону Брянска по Киевскому шоссе. Увидел табличку с названием «Русский ад». Ну, русский мир уже все видели. Кто хочет увидеть русский ад, это по Киевскому шоссе в сторону Брянска. Челябинск. Суровая площадка для суровых детей. Иду тут по своим делам. Думаю, ничего себе у нас в Челябинске сделали замечательный сквер в Ленинском районе. Ленинский такой рабочий район. А потом смотрю, качели. Замечаю какую-то проблему. Вы в детстве на качелях качались? Или сидели? Серьезно? Это вообще... Это как? Я думаю, ну, совсем, наверное, дурдом. Это может просто сидеть. А потом смотрю, вот такая вот что. На ней же точно качался. Нет? Нельзя качаться. Это как? Это вообще зачем? Это чтобы дети с детства знали, что такое сидеть. В Череповце иконка Фемиды создание суда отвалилось после инаугурации Путина. Видео называется «За несколько часов до приезда губернатора». Вот, мы готовимся к приезду губернатора. Моем асфальт с шваброй, тряпочкой, начищаем, намываем. Красота! Интересно, ей за это хотя бы заплатят? А это оценщики идут. Качество мытья. Да, да, да. Деньги кое-что. Мой быстрее, время уходит. Думаю, что губернатор будет доволен тем, что можно 24 года бюджет региона разворовывать. Ни хрена не делать для людей. А они к твоему приезду тебе еще и асфальт моют. А вы знаете, что самый лучший подарок это книга? Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Энгель, второй микрорайон 21. Кирпичи, вот они. Я могу даже его вытащить. Будет дырка. И моя пена. Это мое окно на первом этаже. Они все, все, все. Они все. Прошу. Сейчас вытаскивать не буду, потому что будет у меня дырка насквозь. Это все отсыпется. Да, лучше на место поставить и никакой дырки не будет. Розаня. Элитная недвижимость. Налетаем. Обманутый россиянин. Привет тебе из Рязани. Здесь у нас строят элитный дом. Стоимость одношки составляет больше 5 миллионов рублей, что очень дорого по нашим меркам. Дом позиционируют как элитный. Он находится якобы в крутом районе. Давай посмотрим на район. Здесь находится вечный пустырь недострой, просто огороженный забором. Ну, вот такие дороги. Ну, и тоже вот такой контингент. Как тебе элитная недвижимость? Да, для будущей элиты России подойдет идеально. Под ногами грязь, как в родном и уютном окопе. Стекла в доме вообще не нужны. Бытовую технику вынесли на опережение. Дыри в асфальте напоминают лунки от попадания FPV-дрона. Это Австрия, Вена. В Австрии, если ты получаешь заработную плату меньше, чем 4100 евро в месяц, тебе государство помогает арендовать квартиру в разы дешевле рыночной стоимости. Мы делаем это уже более 100 лет, и жилье всегда рассматривалось как социальное благо, а не как товар, который можно предоставить исключительно рыночному регулированию. Город активно решает жилищный вопрос. Каждый австриец и каждая австрийка платят вместе с работодателем 1% от своего дохода. Эти средства направляются на строительство и реконструкцию доступного жилья. Социальное жилье придает уверенности, то есть ты понимаешь, что тебя никуда не выселят. То есть ты на долгосрочной основе уже остаешься в этой квартире и даже можешь оставить своим детям по наследству. Крыша используемая, во многих домах используемая крыша, например, у нас, ну у нас бассейна нет, но вот это напротив нас, в доме есть бассейн. Здесь у нас, опять-таки, как в каждом подъезде есть ваш кюшерк, это постирочная, это у нас и летняя кухня, вот здесь вот это как летняя кухня, можно выносить столы, и мы, вот эти двери, они большие, они разъезжаются, их можно открывать и выходить на дичайшую плацовку, на детскую площадку. Застройщик мне не может продать квартиру по рыночной стоимости, он не имеет просто на это право. Сделать для россиян такое же доступное жилье, как для австрийцев, нельзя. У России же нет таких запасов нефти, газа, никеля, золота и алмазов, сколько есть у Австрии.